Ежегодно в стране выявляется более 43 тысяч новых случаев рака. В Брестской области на учете с опухолями головы и шеи состоит 1437 человек. Казалось бы, это не так много. К тому же на вооружении медиков сегодня имеется современное высококлассное оборудование. Но высокий процент смертности среди таких пациентов, проблемные вопросы в диагностике и лечении коварного заболевания – это весомый повод, который обязывает медиков собираться в формате республиканской научно-практической конференции и коллегиально обсуждать каждый из аспектов. К большому сожалению, заболеваемость опухолями головы и шеи, опухолями ротоглотки, она по цифрам абсолютно не столь высока, но, к сожалению, она довольно часто выявляется уже в запущенной стадии. Поэтому наша задача – сориентировать людей на эту задачу раннего выявления опухолей головы и шеи. Плюс вы понимаете, что опухоль головы и шеи – это те места, где наибольшее скопление рефлексогенных зон и жизненно важных органов, когда промедление или несвоевременное значение препарата приводит к резкому ухудшению состояния. Ежегодно порядка 350 пациентов с опухолями головы и шеи выявляется, и из них 45 пациентов в среднем – это с опухолями небной миндалины. То есть количество пациентов очень маленькое, но, к сожалению, большая половина из них погибает в ближайшее время. Хотя мы, конечно, достигли определенных результатов. У нас снизилась одногодичная летальность этих пациентов, они живут в два раза дольше. Это связано с доступными новыми методами лечения, которые позволяют человеку продлить жизнь. Но, к сожалению, из-за того, что в запущенных стадиях это диагностируется, заболевания, наши методы иногда очень ограничены. Проблема актуальна не только для онкологов, но и врачей смежных специальностей. На конференции присутствовали иммунологи, ревматологи, отоларингологи и другие специалисты. Ведь именно к ним пациенты обращаются на ранних стадиях течения заболевания, которые часто умело маскируются. От профессионализма и онкологической грамотности каждого из них будет зависеть ранняя диагностика и успешность лечения в целом. Есть проблемы, безусловно, в диагностике, как и везде. Именно в силу многообразия знаков этого заболевания, отсутствия четкой симптоматики. Именно поэтому мы и собираем конференцию для того, чтобы для врачей всей республики в доступной форме рассказать, как можно выявить болезнь и как ее пресечь. Наверное, очень прекрасно и правильно, что мы разбираем любые заболевания междисциплинарно. И очень многие забывают, что у истоков, основы любого заболевания стоит врач-патологоанатом. И, собственно, современное здравоохранение во всем мире, и в том числе в республике Беларусь, оно направлено на выявление заболеваний любых на ранних стадиях. И, конечно, это очень важно и принципиально, когда мы говорим в первую очередь про онкологические заболевания. Наряду с диагностикой и методами лечения обсуждалось и оказание палеотивной помощи. Ведь именно она является для каждого онкобольного возможностью поддерживать качество жизни и как ничто другое способствует ее продлению. Мы понимаем, что эта локализация опухоли, она несет, конечно, такие социальные последствия для пациента тяжелые достаточно. И вот как организовать эту помощь, как сделать, облегчить жизнь этих пациентов, ну и, конечно, лучше лечить. Вот это уже будет лучше лечить. Это будет вторая часть в основном конференции, а первая часть именно будет посвящена поддерживающему лечению. Мы говорим о том комплементарном протоколе, который помогает человеку жить без боли, без тошноты, без рвоты. Это проблема, которая решается не только для пациента, но и для его ближайшего окружения, психологической, психотерапевтической помощи и поддержки. В клиническом аспекте сегодня у нас развивается, к сожалению, пока только хосписный компонент, когда мы говорим о терминальном участке жизни, который, как правило, не превышает один год. В конференции приняли участие более 160 медиков со всей Беларуси. Выступили российские коллеги, спикеры из Канады и Норвегии. Масштабный республиканский форум позволил поделиться знаниями и опытом, а также перенять лучшее от других специалистов. А значит, практика подобных встреч на Брестской земле будет продолжена.